20 апреля отмечается Национальный день доноров. В 1832 году, в этот день Акушеры Санкт-Петербурга, Андрей Мартынович провел первое успешное переливание крови. Как сейчас происходит кровосдача на Люберецкой станции переливания крови, узнала наша съемочная группа. Я секретиста молодой гвардии, и мои коллеги подали мне примеры, показали, что это довольно-таки полезное дело. Менее здоровой я не стала, а людям помогла, поэтому очень приятно. Татьяна Тарновская стала донором впервые. Девушка специально ждала своего 18-летия, чтобы прийти на станцию переливания крови. Теперь 20 апреля – ее праздник. А вот Владимир Алайкин на протяжении 10 лет сдавал кровь более 40 раз. Он – почетный донор. На работе профсоюз предложил сдать кровь первый раз. Я не отказался. Вот теперь хожу. Когда раз в два месяца, когда чуть дольше, раз в три месяца. Ничего такого страшного. Ни разу ни обмороков, ничего, ни голова не кружилась. Чтобы стать почетным донором, необходимо сдать 40 раз цельную кровь, либо 60 раз плазму. Такие люди имеют льготы на услуги ЖКХ, бесплатный проезд на общественном транспорте и ежегодное пособие – 17 тысяч рублей. Также за каждую кровосдачу выплачивается по 800 рублей. Наши доноры готовятся в течение двух суток, исключают жирную, жареную, копченую пищу, молочно-кислые продукты, употребляют сугубо крестьянскую, скажем так, пищу и побольше пьют водички. Алкоголь исключают за два дня. В Люберецком округе проживает 83 почетных донора СССР и 901 почетный донор России. Поздравить некоторых из них, а также сотрудников станции переливания крови, приехал Владимир Ружицкий. Глава округа вручил благодарственные письма и отметил значимость донорства. В этой станции переливания крови у нас сегодня работают 12 человек. Это врачи, медсестры, которые профессионально занимаются этим делом. В год где-то около 3000 человек сдают кровь. Донором может стать любой совершеннолетний гражданин Российской Федерации, не имеющий инфекционных заболеваний. Ежемесячно пациенты Люберецких больниц нуждаются в 120 литрах крови. Не обязательно быть супергероем, чтобы спасти чью-то жизнь. Достаточно стать донором. Дмитрий Гринчев, Денис Угольников, телеканал ЛРТ.